Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Ефремов исхудал в колонии из-за нервов. Артисту пришлось перешивать телогрейку из-за потерянного веса. Мужчина, который несколько месяцев провел в колонии с артистом Михаилом Ефремовым, рассказал об изменениях, произошедших с актером. Тюремные условия явно не пошли звезде не пользу. Бывший заключенный утверждает, что жизнь в колонии куда хуже, чем описывают в медиа. Сам Ефремов утверждает, мужчина не помнит всей ситуации в роковой день на Садовом кольце. Артист опускает голову, когда с ним начинают заводить эту тему. Однако Михаил не теряет надежду на условно-досрочное. В неволе Ефремов сильно похудел. Одежда на нем висит, пришлось даже перешивать телогрейку. Как объяснил экс-заключенный, артист стал терять килограммы из-за нервов. «Сейчас ждет, когда касация будет рассматриваться», — добавил собеседник Стархита. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт. Досуг ВК-4 в Белгородской области, где Ефремов считает свои дни до долгожданной свободы, заключенные устраивают сами. Кто предложит сыграть в шашки, кто в нарды. Сам артист ходит в библиотеку, стараясь читать книги и отвечать на письма. Чаще всего, правда, дядя Миша обсуждает с близкими пьесы и спектакли по таксофону. Актер ладит с остальными заключенными, однако старается ни с кем не сближаться, со всеми дружит, однако остается замкнутым. «Я, когда мы с ним общались, даже как-то пошутил, мол, меня как будто специально привезли в Белгородскую область под конец срока, чтобы познакомиться с Ефремовым», — добавил мужчина. Сестра артиста Анастасия Ефремова рассказывала журналистам о том, что брат постоянно думает про родной театр и не теряет надежду на условно-досрочное освобождение. Михаил старается отвечать на письма, несмотря на загруженность работы. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok